Предлагаю вам вместе со мной приготовить прохладительный и освежающий суп. Это окрошка. Поставила картофель и яйца отвариваться, потом остужу и почищу. Также нам нужно будет огурцы, копченая колбаса, я использую копченую, майонез и зелень. Картофель режем вот на такие кубики. Огурцы тоже на кубики. Яйца тоже нарезаем мелким кубиком. Все продукты вы можете брать по своему желанию. Больше колбасы, меньше картошки, больше яиц, больше огурцов. Все на ваш вкус и на ваше желание. Яйца тоже порезала мелким кубиком. И точно так же порезала мелким кубиком копченую колбаску. И теперь все вместе добавляем в кастрюльку. Картофель, огурцы, яйца. Если не любите с копченой колбасой, то можно брать вареную колбасу. Но мы любим копченую. Если есть редиска, то будет тоже очень вкусно, если вы добавите ее. Нарезала кучок большой укропа и лука. И тоже сюда в кастрюлю. Окрошку я буду делать на простой воде. Кто-то делает на квасе, кто-то на кефире, кто-то на минеральной воде. Но я делаю просто на обычной отстойной воде. Подсаливаю. Добавляю майонез. Можно добавить сметану, если любите, на сметане. И добавляю воду. Конечно, классическая крошка делается на квасе. Но почему-то я на квасе не люблю. И добавляю одну полную столовую ложку 70% уксуса. Все хорошо. Теперь нужно перемешать. Я потом еще добавлю немножко воды. Хорошо, чтобы разошелся майонез. Вот еще доливаю водички. Сейчас перемешаю и попробую. Если будет чего-то не хватать, значит будем добавлять еще. Немного еще подсаливаю. И совсем немного еще добавлю уксуса. Где-то пол столовой ложки. И немного майонеза еще. Теперь нужно окрошке дать немножко постоять. Чтобы все продукты пропитались этой вкусной водичкой. Конечно, каждая хозяйка готовит окрошку по своему рецепту. Но попробуйте приготовить и по моему рецепту. И уверена, что вам тоже очень понравится. Наливаем в чашечку. Конечно, одной чашкой не обойтись. Потому что это очень вкусно. И в жаркое время суток такая окрошечка всегда выручает. Добавляем черный душистый перчик. И всем приятного аппетита! Столовый уксус и черный душистый перчик ставим на стол. Если кому-то не хватает, то добавляют еще. Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Оставьте свой отзыв в комментарии. Напишите, понравилась вам окрошечка или нет. Субтитры сделал DimaTorzok